итак для того чтобы мы мог нам лучше разобраться что же произошло у нас стране и каковы из этого последствия и в чем ошибки и как мы должны правильно строить свое благовестие для того чтобы действительно мы могли сеять на подготовленную почву чтобы мы могли готовя почву знать что же с ней не в порядке потому что тоже почва должна быть подготовлен определенным образом если почва заросла бурьяном а вы между насчет этим бурьянами лазите пытаетесь камни собрать от этого лета будет мало или наоборот вы приходите в коммунистскую пустыню и с лупой изучаете где же там какие-то бурьянов пинцетом их выдергиваете вот если понимаете слово божье вечно неизменно но если мы говорим что наши методы его донесения вечные неизменно мы попадаем очень большого вот тут мы полностью ставим себя в зависимость от того кому благовествует слава божьего не зависит но то как мы его если мы хотим получить урожай если мы хотим получить урожай в сто крат то наша задача благовествовать человеку так как он это может услышать вот и для этого мы должны разбираться в мировоззрениях и значит относительно того как какое-то мировоззрение как мы можем определить но немножко я вперед зашел значит давайте представим что вот эта вот линия эта линия определяющая возможные шкалу касается отношения человека из бога бога то есть плюс бесконечности когда человек уже полностью в единении с богом минус бесконечность человек полностью отошел с богом пока еще нет никого кто был на правом краю этой шкалы я надеюсь что все-таки никому нет из людей на левом краю и всегда остается с наиболейшей надежды у человека для покаяния но встает вопрос равномерно ли это шкала или есть на ней какие-то особые точки тем более но по центру от минус бесконечности бесконечности центра не существует что за . да совершенно верно обращение . обращение . где мировоззрение человека меняется полностью если до этого его отношение к богу является отрицательным то с этого момента его отношение к богу положительно если до этого он даже если шел к богу он шел к нему спиной вперед вот то с этого момента разворачивается и начинает идти уже к богу умышленно и осознанно вот но вот эта аналогия понимаете ну разве что ленивый проповедник не рассказывает конечно вот как будет слово обращение по-гречески вот и вообще знаете у меня мечта в наших проповедников собрать и послать в грецию проповедовать что они там рассказывали людям которые и так знают что по гречески по гречески поворот на 180 раз очень часто он забывает рассказать поворот чего то есть то что шел спиной вперед стал эти лицом вперед это опять же это аналогия всего лишь но слово обращение имеет виду вот разворот переворот революцию вполне конкретного чего-то вполне конкретного чего вы уже учили ну да да так что же разворачивается совершенно сознание это полный переворот сознания человека вот человек совершенно иначе начинает воспринимать мир в голове должно все перевернуться вот именно это происходит момент возвращение причем символически то символично то что действительно в человеку нужно обратиться в ноль вот понять свое реальное положение в сравнении с богом перед ним и с этого момента человек уже совершенно иначе живет совершенно иначе существует значит его тело его физическая оболочка все еще такая же его зачастую поведение еще такое же и представления многие бытовые вполне такие же они только с этого начнут меняться если только с этого момента начинается серьезная насчет продвижение человека вперед но давайте значит для начала все-таки вернемся к неверующим книга деяния поиск таки давайте давайте поим на 6 глава на 21 по 26 стиль Садов, ты можешь дышать. Царевь, я почитаю себя счастливым, что я сегодня могу защищаться перед тобой. Тем более, что ты знаешь все обычаи и спорные мнения иудеев. Поэтому прошу выслушать меня, великодушно. И людей знают, что с детства я жил согласно строжайшим законам нашей религии. Я также был убежден, что я должен противиться имени Иисуса из Назаря. Я проявил в Иерусалиме. Получив власть от первосвященников, я многих верующих бросал в тюрьму. И когда убивали их, я подавал на то голос. Преследуя их в ярости, я направлялся даже в другие города. Я был на пути в Дамаск, когда увидел свет с неба, ярче солнца, которое сияло у меня и моих попутчиков. Я услышал голос. Салу, Салу, что ты преследуешь меня? Я спросил, кто ты, Господи? Я есть Иисус. Теперь встань на ноги твои. Я избрал тебя, чтобы ты был служителем, как для иудеев, так и для язычниц. Я посылаю тебя открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу и могли получить прощение грехов. Поэтому, царь Евгений, я не стал противиться небесному видению. Я проповедовал как иудеям, так и язычникам, чтобы они покаялись и обратились к Богу. Царя схватили меня иудеи в храм. Но я ничего не говорю, кроме того, о чем говорили пророки и Моисеи, что Мессия должен будет пострадать и восстав первым из мертвых, возвестить свет всему народу иудейскому и всем язычникам. Воскресу ты из мертвых? Ты теряешь в раду, Павел! Большая ученые делаю тебя безумие. Я не безумствую достопочтенную весу. Я говорю об истине, и это предсказывали пророки. Я знаю, что царю это известно. Царя Евгений, веришь ли ты пророкам? Черт! Черт! И так, ну там трое слушающих, но нас интересуют два человека, женщинам не положено было. В таких случаях говорить, хотя мы знаем, что Вереника довольно большую власть имела. Вот она являлась сестрой Ира де Агриппы и женой Эфеста одновременно. Вот. И таким образом два человека, оба образованы. Оба имеют, ну, самое, наверное, высшее образование, самое высшее, которое можно получить в то время. Оба, значит, культурные, значит, оба из высшего света, занимают высшее положение в обществе, и они слушают одну и ту же речь. И для одного, то, что они слышат, это полное безумие. То есть, что-то он говорит, а смысла в этом вообще никакого нет. Книжек начитался, и теперь какую-то ахинею несет. Вот. А второй, значит, Павел говорит, я говорю слова истинные, здравого смысла, и его величество-то прекрасно понимает, о чем я говорю. Понимаете ваше величество? И тот уже не знает, куда деться, потому что он прекрасно понимает, о чем идет речь. Вот. Вот вопрос, который нужно подумать будет на перерыве. Это почему два человека одинакового воспитания, одинакового положения, одинакового образования, совершенно по-разному понимают одну и другую речь. Перерыв. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.3wtvseminary.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok